Друзья, вы знаете, что у нас рядом есть прекрасный город Пальницкий, он практически как брат Талина. У нас такие крутые ребята, и они, если вы не знаете, они занимаются очень прикольными танцами. Какими вы занимаетесь? Breakdance. И недавно я понял, что вы вообще-то круто выступали. Flying Estonia! Последние соревнования были два раза в Испании. Это были титульные соревнования, организованные мировой организацией ВДСФ, которая сейчас обеспечивает как раз-таки вот эту всю олимпийскую структуру и вот эти все олимпийские правила по Breakdance, которые будут представлены в Париже в 2024 году. И, значит, результаты у нас такие, что на этих титульных соревнованиях принимают участие танцоры со всего мира, абсолютно со всего мира. И, значит, вот 11 июня проходили в Мадриде соревнования, и наша спортсменка по протоколу вошла в четверку лучших. Это очень хорошие результаты, вот, особенно как бы для нашей страны, потому что, допустим, когда Карина уже очень хорошо выступила, к ней подходили другие спортсмены, танцоры именитые уже спрашивали, откуда она. Вот, когда она говорила Эстония, все по десять раз переспрашивали, откуда это вообще, эта страна представлена. Вот, но, тем не менее, это очень высокий результат на данный момент. И, конечно, для того, чтобы мы так и оставались в топе лучших танцоров, для этого нужна, конечно, вот, поддержка. Она заняла четвертое место. Умница, умница. Наш человек, смотрите, сколько у нас в Эстонии и по-разному талантливых людей. Я уверяю, что у вас еще больше. И учитывая момент такой, давайте талантливых людей и молодежи, тем более, надо поддерживать. Дорогие вот предприниматели, люди разными возможностями, контактируйтесь с ними или со мной и дайте знать, как можно поддерживать вот молодежь. Молодежь разная, он талантливая. Ради молодежи, это мы в будущем, правильно? Конечно. Ради чего мы все это делаем, да? Мы хотим, чтобы и вы делаете, чтобы наша страна была известной, наша страна была, что, крутой. Все правильно, да. Что здесь были крутые чуваки, чувихи там. В общем, чтобы все было такое веселое. И не стесняйтесь. Я понимаю, что это не просто куда-то ездить, да? Круто. Аж колова крутится. Молодцы они. На последних соревнованиях уже больше узнавали. Потому что мы до этого ездили тоже в Испанию. Тоже там достаточно хорошие результаты были показаны. И в этот раз уже и ведущие запомнили, откуда мы. И в принципе, танцоры подходили, которые имеют такое уже наработанное имя. Вот. И в принципе, очень хорошо. Все были рады. Брейкданс только начинает набирать хорошие обороты. Выходит на мировой уровень. Конкретно, что наша команда сборная впервые участвовала на соревнованиях мирового уровня. Вошла в пятерку лучших команд Европы. На данный момент очень было бы неплохо, что если бы были спонсоры, которые могли бы нас немножко поддерживать, мы со своей стороны могли бы предложить им хорошую рекламу, развитие и дальнейшее сотрудничество. Брейкданс дает нам свободу, результаты, путешествия. Можно ездить по разным странам, участвовать в разных соревнованиях. Может быть, заводить новых друзей, соперников. Мы занимаемся в среднем три часа пять-шесть раз в неделю. ПЕСНАЛЫ ПЕСНАЛЫ ПОТПЕСНАЛЫ ГИРИЬ ПЕСНАЛЫ ПОТПЕСНАЛЫ Oh, nice frizz at the end. Now let's see what Carmen will answer to her. Eyes on the prize. Also nice. She shows what you got. She shows a good answer in the beginning. Yeah, I see what you got, and this is what I'm going to give you back. И я думаю, что вопрос и ответственность это самый лучший описание. Да, это так. Я имею в виду, это как-то игра. Я думаю, что там будет важно, кто будет чистым вещам. Да, это зависит от хорошего от хорошего, я думаю. Кто будет чистым. И хорошая эффективность. Да, конечно. Брэкданс – это искусство. Но при этом на данный момент брэкданс вошел в Олимпийские игры и впервые будет представлен в Париже в 2024 году как олимпийский вид спорта. Вхождение брэкданса в олимпийскую семью спорта стало неожиданностью для многих структур государственных. Я думаю, это по всему миру. Этот вопрос решается. Но у нас на данный момент в Эстонии сложилась такая ситуация, что сильной поддержки со стороны государства, даже, можно сказать, совершенно в поддержке никакой нет. Но Олимпийский комитет проявляет интерес к нашим лучшим спортсменам и поддерживает выезд на титульные соревнования. Но такой именно системной поддержки, которая бы финансировала сборную и подготовку сборной к соревнованиям, этого, конечно, нет на данный момент. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На данный момент брейкданс в Эстонии находится на стадии развития. У нас есть отдельные звезды, которые представляют нашу страну на высоком уровне. Их знают уже по всему миру. Но, тем не менее, перспектива такая, что нужно все это развивать. И мы, конечно, надеемся, что государству будет это интересно, и они помогут нам в развитии этого направления. Чтобы сборная завоевала более лучшие места и оставалась в топе мирового брейкинга, нам необходима поддержка спонсорская для того, чтобы обеспечивать тренировочный процесс, для того, чтобы обеспечивать систему подготовки спортсменов, выезд на разные соревнования. Потому что Олимпийский комитет нас может поддерживать только в титульных соревнованиях, которые не так часто проходят, насколько они необходимы. Эти титульные соревнования важны для того, чтобы наши спортсмены набирали очки для выступления, для отборов на Олимпиаду. Но помимо этих соревнований существует еще ряд других крупных соревнований, на которых за свой счет достаточно сложно вывести сборную. И тут действительно нужна и необходима поддержка для того, чтобы сборная росла, набиралась опыта и на титульных соревнованиях показывала еще больше результатов. Эстония очень хорошо была представлена на Олимпийских играх. Слышали? Олимпийские игры! Да, мы прикладываем от себя все усилия, чтобы это реализовалось, тем более у нас есть очень хорошие результаты. И от поддержки, конечно, это тоже очень много что зависит. И это вид спорта, да? Я понимаю, вид спорта супер. Для меня это новость. Тем более, все, у кого что-то есть, лишние деньги, денушки, обязательно молодых помогите. Не важно, они здесь, в Сталине, или в Пальдиске, или в Кейла, или еще. Страна у нас вроде бы небольшая, но мы все вместе. И я надеюсь, что наша организация тоже вас сумеет как-то прямой и госсеном помогать. И я надеюсь, что ребята, вы продолжаете. Что бы ни было, даже когда, может быть, не всегда позитивная отдача, что у вас все получилось. И он получается, я уверен. Я вижу искры, искры, их глаза, это самое главное. Давайте вместе поддержим и поднимем престиж Эстонии. Соградься вместе! Соградься вместе! Йоу! Йоу! Давай! Уходим вообще!